Нас не очень много, но я думаю, что мы будем начинать. И мы с вами сегодня говорим о конкурсных процедурах. Я рада вас всех видеть. Я надеюсь, что в ходе вебинара к нам присоединятся еще те, кто принял решение послушать эту тему. Я сразу могу сказать, что у нас замена состава. Сегодня должен был быть другой спикер. Но по техническим причинам Лариса Васильевна Аврорина не смогла провести сегодняшний вебинар. И поэтому я взяла ответственность за это мероприятие. И сегодня буду рассказывать тему, заявленную, которую должна была рассказывать Лариса Васильевна. Но я очень надеюсь, что у нее тоже будет возможность с вами пообщаться. Если не в рамках вебинаров, то в ходе школы грандмейкинга, которая состоится у нас летом следующего года. Итак, я напомню тем, кто, может быть, забыл, или тем, кто, может быть, еще не знал, что у нас идет цикл вебинаров «Конкурсные процедуры от А до Я». Вебинары идут при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках выделенной субсидии в рамках проекта «Школа грандмейкинга». И вы сейчас видите график проведения вебинаров. Мы с вами уже перескочили за середину. И сегодня мы говорим об оценке заявок на конкурс. И впереди у нас будет еще четыре вебинара, один из которых состоится в декабре, и три в январе 2016 года. Я также напоминаю правила. Продолжительность вебинара до 30 минут. Это я не знаю, насколько приятно или, наоборот, разочарование постигнет тех, кто последние шесть дней общался по полтора часа со мной на вебинарах. Вы можете по-прежнему задавать ведущему вопросы в чате. И ответы я буду стараться давать в ходе вебинара. Также вы можете дополнительно посылать вопросы на электронный адрес Екатерины Лычевой и лучевого.собачка.ngo-garant.ru Видеосапись будет доступна на сайте в нашей видеотеке. И, соответственно, если будут вопросы, присыланные на почту, мы постараемся дать на них ответ также на страницах записи вебинара. Сегодняшняя наша тема – оценка заявок на конкурс. Как выбрать лучшие. И я здесь буду основываться на опыте, который есть у центра «Гарант» при проведении собственных конкурсов, у центра «Гарант» по участию в конкурсах и также по работе в качестве эксперта в различных конкурсах, к которым мы были привлечены, как уровня распределения бюджетных, так и внебюджетных средств. У нас не очень длинный семинар, поэтому у нас такая, скорее, обзорная тема. Но я сразу могу сказать, что вопросы оценки заявок на конкурс, поданных на конкурс, и вообще налаживание процедуры проведения оценки заявок, они вызывают очень большое количество вопросов. И существует очень много разных технологий того, как провести экспертную оценку заявок, представленных на конкурс. И поэтому экспертная группа нашего проекта, которая объединяет представителей организаций, давно и успешно занимающихся грандмейкингом, мы приняли решение, что необходимо подготовить специальные методические материалы, которые бы проанализировали разный опыт проведения экспертизы, заявок, поданных на конкурс, и обобщили бы этот опыт, и, наверное, представили плюсы и риски каждого из механизмов. Потому что сказать однозначно какой-то один механизм, что делайте только так и никак по-другому, это было бы, наверное, не совсем правильно, потому что у каждого механизма проведения, у каждого процедуры проведения экспертизы, заявок, есть свои плюсы и свои минусы. И, на мой взгляд, при выборе, когда организация, которая планирует проведение конкурса, выбирает ту процедуру, которую она будет применять, она просто должна очень четко понимать, в чем плюсы и минусы той и другой процедуры, возможно, комбинировать их между собой. И вот для того, чтобы вам было легче, вам и другим организациям, которые этим занимаются, было легче, мы приняли решение подготовить такого рода методические материалы, которые бы анализировали и описывали плюсы и риски каждой из применяемых уже механизмов. Так что это в том числе информация для того, чтобы вы понимали, что вам ждать от нас, и что можно с нас будет запросить. И второе, если, например, вы хотите, чтобы та процедура, которую вы применяете, была включена в эту методичку и был сделан ее, в том числе, ее анализ с экспертами, то в этом случае мы попросим вас прислать, опять же, на тот же адрес, который я показывала в начале, лычевого собачка.ngo-garant.ru, прислать нам документы работы ваших, вот этой конкурсной процедуры по оценке заявок, экспертные листы, рекомендации экспертам, которые вы используете, и для того, чтобы контактное лицо, с кем мы можем уточнять вопросы, для того, чтобы мы могли ваш опыт тоже использовать в методичке, ну и, а вы в ответ на это получите, да, вот экспертную оценку той технологии, которую вы применяете. Поэтому, вот как предложение, пожалуйста, зафиксируйте это. Но давайте перейдем уже непосредственно к разбору темы. И на самом деле, для того, чтобы провести оценку заявок на конкурс и выбрать лучшие проекты, достойные финансирования, мы должны очень четко ответить себе на три достаточно простых вопроса. Что мы будем оценивать, как мы выстроим саму процедуру, и кто будет принимать решение в рамках этой процедуры, на ком будет лежать ответственность, кто осуществляет вот эту самую процедуру выбора. Ну и, наверное, сначала мы поговорим о том, что мы оцениваем. И на самом деле это вот очень важно. Потому что, когда собираются эксперты, которым отданы проекты, то если первоначально не договориться и не определиться, что является все-таки основным предметом оценки, то очень часто бывает, что в процессе проведения экспертного совета вдруг оказывается, что эксперты-то оценивали разное. Вот сейчас перед вами есть несколько ключевых точек, которые на самом деле могут оказаться объектом оценки. Чаще всего вот эти три центральные точки, которые зафиксированы, это можно оценивать проект, можно оценивать организацию, которая будет делать проект, можно оценивать идею, которая заложена в основу проекта. И вот очень часто мы сами с этим периодически сталкиваемся, что когда собирается экспертный совет, и вдруг мы начинаем, особенно если они предварительно выставляли оценки, и мы выстроили рейтинг, и дальше мы начинаем обсуждать, то оказывается, что в этом рейтинге есть прямо противоположные оценки. Допустим, какой-то эксперт оценил очень высоко, а какой-то очень низко. И когда начинается обсуждение, то выясняется, что один эксперт оценивал проект и оценил его, например, низко, потому что проект разработан плохо, а другой эксперт говорит, ну идея эта ведь классная, вот они так креативно подошли, и это действительно такая нужная вещь, которую нужно было реализовать. И если вот они эту идею сделают, это же такие результаты могут получиться. Да, конечно, проект написан плохо, он недоработан, но есть много вопросов, но идея эта ведь супер. И оказывается, что один эксперт оценивал проект, а второй идея. А кто-то может сказать, ну это же сильная организация, ну да, прописали проект слабовато, но организация сильная, мы же точно знаем, что она вытянет, и она это делает, и она успешно уже это делала, и этой организации можно доверять, и поэтому я поставила высокую оценку, потому что организация, она в состоянии реализовать то, что может быть плохо расписано, но они точно понимают, что они будут делать. И вот это очень важно, очень часто бывает, что вот эти разноплановые оценки и сложности в принятии окончательного решения, они ровно связаны с тем, что самим объектом оценки, да, являются разные точки. Еще ведь на самом деле можно оценивать опыт, не просто организацию, а опыт этой организации в этой теме, да, можно оценивать знания, что организация умеет и знает про эту тему. И вот получается в этом случае, что если заранее не договориться, что мы оцениваем, то уже на этапе принятия индивидуального решения экспертами происходит вот этот развал, да, которым и невозможно прийти к единому знаменателю. И иногда, что, в общем-то, достаточно печально, получается, что мы часть проектов финансируем, потому что хороший проект, например, выбираем, часть, приходим к выводу, и у нас попадают в отбор плохие проекты или слабые проекты, но с хорошей идеей, например, и среди победителей оказываются проекты, в которых вроде и проект не очень хорошо написан, и идея, в общем-то, недостаточно понятна, но уж организация, сильно ее тоже надо поддержать. Вот. На самом деле подход к оценке может быть разным, но нужно заранее сразу договориться, что является объектом оценки. И в этом случае очень многие противоречия внутри экспертизы, они будут сняты. Значит, понятно, что… То есть вот с вопросом «что», да, то есть первый вопрос, на который надо ответить, что мы оцениваем, и вот еще раз вернувшись к этому слайду, хочу обратить ваше внимание, что иногда бывает, и вот может быть это как раз один из выходов, можно сделать разные типы конкурсов, и, например, в одном конкурсе поддержать организации, да, и сказать, что мы, например, это конкурс результатов работы, и чем лучше вы представите результаты работы, и планов, например, на будущее. И, например, у нас Министерство по делам молодежи проводило конкурс программ развития, в которых они оценивали результаты работы организации и их планы на то, как они будут двигаться дальше. И, конечно, в этом случае оценивалась и организация в том числе, поскольку оценивалась, какой у нее опыт, знания, и что она умеет и может делать. Можно, например, проводить конкурс проектных идей, и тогда объектом оценки станет идея, и эти креативные идеи, может быть, не до конца доработаны, они на следующем этапе после первичного отбора могут идти на доработку, и, соответственно, дальше уже можно оценивать, как разработан проект на основе этой идеи. Например, может быть специальный конкурс идей. Но ни в коем случае нельзя мешать в одну кучу, в одном конкурсе и оценивать по-разному. То есть в одном конкурсе выбирать объектом оценки у разных проектов разную точку объекта. Это как раз нарушает понятность и прозрачность. Потому что если вы выберете где-то, потому что организация опытная, другая опытная организация с плохим проектом, если в этом случае вы оценивали проект, скажет, что вы нарушили объективность. И, кстати сказать, очень часто бывает, что ощущение необъективности складывается ровно потому, что эксперты в рамках конкурса оценивали разные, и поэтому в победители попадают организации, не равные, допустим, по объекту оценки. Да, конкурс идей может быть как этап конкурса проектов. То есть сначала вы проводите конкурс идей, и если у вас есть задача поддержать креативные проекты, либо это может быть, например, отдельно, конкурс идей, отобранные идеи, а дальше задача, например, организатора конкурса доработать эту идею в проект так, чтобы она точно пошла на реализацию. То есть может быть конкурс идей как один из этапов конкурса проектов, а может быть конкурс идей для того, чтобы отобрать и дальше уже довести до ума вместе, ну, условно говоря, в партнерстве с теми, кто эту идею предложил. То есть это, опять же, ваш выбор, как вы это сделаете. Ну вот теперь о том, как оценивать, как выстроить процедуру оценки. Это достаточно такой серьезный этап, и к нему надо подходить заранее, и чтобы не происходило так, что мы начинаем вот эти вещи согласовывать уже в процессе того, как пошел конкурс. Желательно, чтобы, вернее, обязательно, чтобы критерии оценки, они были разработаны до начала, до объявления конкурса, чтобы заявители понимали, по каким критериям они будут оценены. И абсолютно неправильно, если в положении о конкурсе, например, указаны одни приоритеты и критерии, а потом эксперты начинают оценивать заявки по каким-то другим критериям, которых заявители не знали, потому что они должны понимать, чему должна соответствовать их заявка или идея, для того, чтобы в дальнейшем при оценке вы могли увидеть вот эти соответствия или несоответствия заявки этим критериям. Потому что если мы придумаем критерии кулуарно и никому про них не расскажем, то каким образом заявители смогут соответствовать тем маркерам, по которым мы собираемся их оценивать. И опять же, очень часто бывает, что претензии к прозрачности и честности конкурса появляются ровно потому, что организации не понимают, по каким критериям они оценивались. Или им объявляют, по каким критериям, но объявляют уже после того, как заявки поданы, и, например, победители выбраны. И организации начинают заявлять о том, что откуда же мы могли знать, что для вас это было важно. Мы это просто не отразили в заявке, потому что мы не думали, что это важно. Вот поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень часто бывает, что критерии заложены в том числе и в форме заявки. То есть вы как бы задаете те вопросы, на которые хотите получить ответ, и это является одним из критериев, которые важны. Кроме того, вы должны выбрать шкалу оценок. И я сейчас вот дальше покажу вам, что эта шкала может быть абсолютно разной, и мы не готовы сегодня обсуждать, что лучше и что хуже, потому что в разных случаях это может быть разный подход. Но при этом вы должны точно понимать, выбрать и объяснить эту шкалу оценки, чтобы эксперты тоже ее понимали. для того, чтобы эксперты соотносили свои оценки с той шкалой, которую вы им предлагаете, для того, чтобы они примерно одинаково представляли себе, как они будут оценивать, и эти оценки не разваливались в разные стороны. Также очень важно определить значение веса, критерия. То есть у критериев могут быть равные веса, то есть вот абсолютно одинаковые, а может быть еще какой-то вес критерий. Ну, например, вы считаете, что для вас наиболее важным является, например, софинансирование. И тогда по критерию объем софинансирования привлекаемого вы будете выставлять баллы, и этот балл, например, может иметь вес 30%. А, например, опыт организации вам в этом конкурсе менее важен, и поэтому выставленный балл может иметь вес 10% всего. То есть они неравные по силе. Может, вы скажете, что все критерии для вас одинаково важны, и поэтому у них одинаковые веса. Вот это тоже вы должны определить на этапе разработки и определения критериев. Кроме того, очень важно разработать рекомендации экспертам, и чем четче вы пропишете эксперту, что вы от него ждете и как он должен действовать, тем лучше результаты вы получите, тем более объективными они будут с точки зрения, в том числе и понимания разными экспертами того, что они должны делать, как действовать, и каким образом они должны выставлять оценки, на что они должны обращать внимание. Поэтому, когда вы просто даете эксперту положение о конкурсе и оценочную форму, и не даете ему никаких рекомендаций и пояснений, ну, будьте готовы к тому, что эксперты могут по-разному понять то, как им нужно действовать, и вы получите необъективный результат не потому, что эксперты не умеют оценивать заявки, а потому что они просто неправильно поняли, каким образом они должны действовать. И чем, опять же, четче и правильнее вы расписали эти рекомендации, почему важно их прописывать. Мы иногда говорим, мы же встречаемся с экспертами, мы экспертам все объясняем, вот мы им все рассказали, на пальцах показали. Но если вы не дали эксперту бумагу, нужно все-таки понимать, что работа эксперта – это, как правило, дополнительная работа. Даже если вы за нее платите деньги, то в любом случае это не основная работа человека, и он, кроме этой темы, занимается еще кучей разных вопросов. И чем выше квалификация эксперта, тем более занятый этот человек. И поэтому, как правило, эксперты вовлечены в оценку нескольких конкурсов, и эксперты все тоже люди, и поэтому им свойственно забыть, забыть какие-то нюансы, которые для вас окажутся наиболее важными. Поэтому чем четче будут расписаны, вот прямо желательно иметь оценочную форму и к ней рекомендации по заполнению, в которой бы было написано, что куда, куда смотреть, что оценивать, как ставить оценку, куда писать комментарий. Сразу могу сказать, что эксперты, конечно, люди ответственные, но если можно не делать работу, то не будут ее делать. Вот поэтому нам очень важны всегда комментарии экспертов, чтобы мы понимали, почему они поставили тот или иной рейтинговый балл. Но при этом нужно не перестараться и не заставлять эксперта на каждой строчке писать сочинение на вольную тему. Но при этом следует все-таки обязательно предусмотреть формат, где бы эксперт мог написать свои комментарии, и чтобы этот формат был в обязательном порядке. Так, например, я участвовала в экспертизе одного из конкурсов, там была электронная форма заполнения экспертам заявки. Тебе просто не дают закрыть форму, компьютер не дает закрыть форму, пишет ошибка заполнения, до той поры, пока ты не напишешь комментарии. И причем эти комментарии, там должно было быть не меньше 50 знаков, не считая пробелов, то есть написать просто все хорошо невозможно, не даст программа закрыть. И это, конечно, вызывало определенные негативные эмоции, но при этом все эксперты написали комментарии, потому что ты просто не можешь закончить оценку заявки, пока ты не дашь комментарии. А комментарии являются очень часто ключевой вещью для того, чтобы понять, почему та или иная оценка, и для того, чтобы потом, если вы поясняете организациям, почему они не победили, пояснить, почему эксперты их не выбрали. Кроме того, вы уже здесь на этапе выстраивания процедуры должны понимать способ принятия решений, то есть как это будет, что окончательный выбор за экспертами, или существует еще конкурсная комиссия, которая принимает решения на основании рекомендаций экспертов, есть ли право какой-то блокировки и рекомендованных заявок и так далее. То есть это должно быть единогласно или большинством голосов. Идет это исключительно по рейтингу, или эксперты имеют право внести дополнительные какие-то предложения. Вот это все обязательно вы должны предусмотреть на этапе планирования процедуры. И, кроме того, должна быть расписана и понятна процедура, потому что как это происходит, очно или заочно, в два этапа или сразу обсуждаем. Все читают заявки или заявки распределяются блоками, сколько минимум экспертов должно читать заявку, как они презентуются на экспертном совете или конкурсной комиссии и так далее. Вот эти все понимания, как будет осуществлен процесс, вы должны понимать и объяснить экспертам, чтобы они понимали, каким образом все это будет происходить. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, фиксируйте, чтобы я могла реагировать. Ну, буквально несколько слайдов с примерами по поводу того, как могут быть выстроены критерии и балльность оценок. Может не быть баллов. Может быть, субъективная оценка хорошо, плохо, да, финансировать, финансировать, то есть поддержать, поддержать с изменениями, не поддерживать и просто комментарии с объяснениями почему. Но все чаще используют именно балльную оценку для того, чтобы выстраивался определенный рейтинговый балл, чтобы можно было сравнивать заявки между собой. И вот здесь очень важно понять, по какому принципу, да, то есть какие критерии вы заложите. Вам видно текст, чтобы мне не зачитывать? То есть какие критерии вы заложите и как вы будете их оценивать? Вот, например, вот в этом варианте экспертам предлагалось оценить вроде бы по пятибалльной шкале от одного до пяти, но по факту всего трехбальная система, единица, тройка и пятерка. Один балл самый низкий, тройка средний и пятерка высокий балл. Никаких промежуточных не выставляется. Вроде бы достаточно легкий формат, но при этом, например, если заявка выше средней, но не идеальна, да, у эксперта уже нет возможности зафиксировать вот эти модули, он должен принимать решение, куда он ее отнесет. К минусу, да, то есть к средней все-таки или к верхней графе. Вот, ну вот, например, здесь другой формат и другие критерии, и здесь трехбальная система сразу предлагается. Но при этом, как я вам говорила, например, предлагается рейтинговый, то есть предлагаются разные веса у критериев. Так, например, написано, что критерии 2.4, 2.5 и 4.1, да, то есть это цель соответствует приоритету конкурса, оригинальность идеи и бюджет соответствует объему, срокам и задачам. По этим критериям выставленный балл удваивается. И тем самым, значит, вес этих критериев в два раза выше, чем вес других критериев, по которым происходит обоснование. И вот видите, вот в этом, например, варианте четко экспертам дается установка на то, что они, хотя они и оценивают проект, при этом компонент идеи является одним из ключевых, потому что за него дают в два раза, то есть балл за них, за это в два раза удваивается. Так, понял, что-то такое. Извините, куда-то мы проскочили. Прошу прощения, что-то нажалось на конец. Так, еще раз. Ну вот, например, рекомендация экспертам, как можно... Иногда эксперты должны точно понимать, как сформированы те показатели, которые написаны. И, например, показатель 2.3. Цель адекватна проблеме. Вот если эксперт получает ровно такие формулировки критериев, то в этом случае у него формируется собственное представление про то, что это значит. Вот как он понимает, что значит цель адекватна проблеме или цель реалистична и достижима. Исходя из этого, он и будет проводить оценку. Если вы, как организатор конкурса, хотите, чтобы эксперт оценивал ровно то, что вам важно, очень хорошо, если вы дадите эксперту комментарии и пояснения про то, что вы имеете в виду под этой формулировкой. Потому что иногда формулировки... Ну вот здесь формулировка вроде бы достаточно четкая, и можно предполагать, что будет однозначное понимание. Но иногда эти формулировки критериев размыты немножко, и поэтому очень важно пояснить эксперту, что вы действительно под этим имеете в виду. И вот, например, посмотрите, каким образом предлагается эксперту оценить, что цель проекта реалистична и достижима, например. Его отправляют к пунктам приложений, то есть той заявки, которая подана, и расписывают, что достижение цели находится в пределах компетенции организации. Потенциалы организации, специфика ситуации позволяют достичь цель, заданной проектом сроки. То есть они просят эксперта оценить вот с этой точки зрения этот критерий. И таким образом, что цель проекта адекватно заявленной проблеме. Они указывают, на какие пункты в заявке надо посмотреть, и указывают, что важно оценить, насколько цель позволит решить заявляемую в этом самом проекте проблему. Вот такие пояснения, они крайне важны, эксперту сильно облегчают задачу. Надо понимать, что, во-первых, эксперты чаще всего оценивают проект, если это индивидуальная оценка, где-нибудь поздно вечером. И поэтому, если у них вдруг возникает вопрос, часто мы слышим, что вы, если будут вопросы, звоните. Ну вот звонить сильно поздно вечером организатору конкурса, для того, чтобы уточнить, что вы имеете в виду под этим критерием, наверное, не совсем правильно, гораздо проще, если вы дадите это эксперту в письменном виде. Ну вот, например, еще один вариант подхода, это такой более широкий, широкая базальность, вот, например, от 0 до 100. И вот если вы, например, предложите экспертам оценить каждый критерий, в, вот если вы предлагаете оценить в формате от 1 до 5, то даже если у меня и у другого эксперта несколько разное видение, что такое идеальная картинка и что такое серединка, то мы недалеко разбежимся друг от друга в баллах и в рейтинге, да, все равно все заявочки будут компактно друг к другу. Но вот если вы предложите стубальную систему и попросите экспертов оценить в ситуации стубалов, то в этом случае у вас есть риск очень большого разбега между результатами. У нас был такой опыт при проведении одного из конкурсов, когда была, вот, там не стубальная, по-моему, 50-ти бальная шкала была, и мы получили результаты, один эксперт, ну, вот, ставил результат 25, а другой 48. И 25 – это был нижний порог хорошего уровня заявки. И когда мы стали обсуждать, то выяснилось, что один эксперт считал, что если он ставит 25, это уже прям круто-круто, то есть это суперзаявка, а 50 он вообще никому не ставил, он вообще больше 27 ни одной заявки не поставил, хотя считал, что это прекрасные заявки. А другой эксперт, 27, ставил там 25, ставил заявкам, которые вот только-только приближаются к хорошей. И, исходя о всем хорошим заявкам, он поставил бы почти 50. И вот из-за этого произошел как бы перекос, и не все заявки оказались оценены объективно, и нам пришлось даже просить экспертов сделать, то есть договориться между собой о том, что есть что, да, какой балл к чему соответствует, и переоценить заявки. И ситуация потом изменилась. И вот когда мы даем такой широкий разгон, то мало сказать, что от 50 до 79 – это оценка отлично, потому что я могу за отлично поставить 50, а кто-то другой – 79. Хотя заявку оба, и тот, и другой, мы считаем, что это хорошая оценка. Поэтому здесь имеет смысл более жестко подойти к описанию того, что вы имеете в виду, да, под оценкой «хорошо». И вот, например, здесь даны пояснения, что значит все-таки неудовлетворительно, а удовлетворительно, хорошо и отлично. Да, вот организаторы конкурса дают такие комментарии, и тогда уже эксперту легче сориентироваться, все-таки к чему он относит это, к хорошему или к отличному. Но при этом, значит, если еще, например, внутри этого, этой разбивки все-таки будет более конкретная разбивка, тогда будет немножко легче. Хотя это усложнит в некоторой степени с других сторон такого рода проведение экспертизы. Как я уже говорила, нет идеального, наверное, механизма, стоит обратить внимание на плюсы и риски каждого. Да, я согласна, что вот чем мы больше уточняем, тем сложнее оценивать эксперту. Но при этом мы снимаем какие-то другие проблемы. Поэтому вот почему я и говорю, что нужно под каждый конкурс понимать, что чего мы хотим больше, да, то есть что мы, какие мы себе цели преследуем. И вот экспертиза, процедура проведения экспертизы, она должна быть отвечать тем требованиям и запросам, которые у нас есть в рамках проведения конкурса. Вот здесь, наверное, есть какая-то золотая середина, не надо очень сильно усложнять, но и совсем простой формат, давать, ну, там, типа, иногда говорят, ну, давайте решим, давать или не давать, да, и вот никаких баллов. Это тоже, наверное, в определенной степени есть риски, потому что, а что делать, если можно было бы дать, если бы, да, то получается третий вид оценки. Но вот еще, просто еще один формат приведения, значит, критериев, это когда на самом деле они очень похожи, и в этом случае, например, это критерии одного из наших конкурсов по поддержке пожилых людей, да, и вот, например, экспертам давалась возможность оценить, здесь у нас был не вес, а просто разное количество баллов, можно было присвоить от 0 до 5 или от 0 до 10 по разным критериям. И, например, еще один формат, который может использоваться, например, дать возможность эксперту присвоить дополнительные баллы, но обязательно пояснить за что, потому что тем самым мы даем возможность эксперту, эксперты иногда обращают внимание на какие-то вот нюансы проектные или находят что-то, что, может быть, не четко отражено в критериях или следует дополнительно, например, поощрить. Да, там супер важная проблема, которая, да, то есть все хорошо в заявке, но плюс еще очень высокая актуальность проблемы, и эксперт может добавить дополнительные баллы. То есть вот такой метод тоже используется, но при этом эксперт, вы должны понимать, что эксперт должен не просто дать, вот мне их они понравились, я их люблю, поэтому я им там дам дополнительные баллы, он должен очень четко объяснить, за что он, почему он выделяет эту заявку по отношению к другим. Ну вот, например, тоже пример, когда мы, например, говорим, что вот от 0 до 10 вы оцениваете по какому-то критерию, да, вот, например, значимость и актуальность проблемы. И дальше расписывается, что мы имеем в виду под значимостью и актуальностью проекта, да, что мы просим эксперта оценить для того, чтобы он выставил оценку по этому критерию. И дальше, соответственно, он, исходя из вот того, находит он вот эти вот характеристики в проекте или не находит, соответственно, понимает, какой балл, если он про все это нашел и все это написано так, как нужно, он может ставить десятку. Если чего-то нет, да, или что-то не до конца объяснено и так далее, не до конца соответствует, он может снижать, соответственно, оценку. Вот, когда мы, то есть, вот, это вопрос процедуры, то есть, как он может быть организован. Это может, соответственно, мы можем это делать очень разными способами. И самое важное понять, какие критерии, самое важное понять, каков вес этих критериев, объяснить экспертам, что и как они должны оценивать, чтобы они однозначно и одинаково все понимали, что они оценивают, да, и как они выставляют эти баллы. Потому что, знаете, иногда еще бывает ситуация, когда мы говорим, поставьте баллы от 0 до 10 при оценке этого, а если все плохо, эксперт берет и ставит 0. Он говорит, ну тут же совсем про это ничего нет, вот 0. А у нас такого не… А другой эксперт говорит, ну как же 0, все равно у него же вот в этом месте что-то написано, самый плохой балл – единица, поэтому я ставил единицу. И вот сразу начинается там разваливание у экспертов. Поэтому очень четко они должны понимать, какие можно ставить оценки. И еще очень важная вещь, чтобы в форме оценки было мнение эксперта, рекомендовал бы он финансировать данную заявку или не рекомендовал. Потому что иногда бывает по формальным критериям вроде оценки высокие, но эксперт считает, что заявка не должна финансироваться и может это объяснить, почему. И вы на самом деле, для вас наличие вот этого вот решения, да, да, с доработкой, то есть опять же оно может быть по-разному сформулировано, да, может, да, может, но требует определенной доработки, нет, не рекомендуется это финансировать. Или, например, вот у нас еще есть формат «хорошая идея» и обратить внимание, да, на необходимость вот доработки проекта, ну, то есть и участие в других конкурсах. То есть когда эксперт хочет отметить, и тогда мы специально звоним организациям, например, говорим, эксперты отметили очень хорошую вашу идею, это бы надо делать, заявка, к сожалению, слабая, но вот не бросайте идею, попытайтесь ее доработать. И вот понимание того, как эксперт оценивает с точки зрения, рекомендовал бы он ее к финансированию или нет, вот это часто отсутствует в экспертных формах, но при этом это очень помогло бы вам, как гранд-менеджерам, для того, чтобы в дальнейшем выстроить обсуждение и принятие решений. Значит, кто, каковы способы принятия решений? Здесь разные форматы, это может быть экспертный совет, это может быть конкурсная комиссия, это может быть координационный совет конкурса, специально созданный гранд-менеджер, иногда это делает гранд-менеджер. Ну, то есть как это будет, это вы решаете. Главное, чтобы было точно понятно, кто и как, потому что в разных конкурсах иногда бывает по-разному. Ну, вот, например, конкурсная комиссия принимает решения, у нас есть конкурсы, в которых конкурсная комиссия, Экспертный совет рекомендует к финансированию, а окончательное решение о том, кто пройдет и получит финансирование, а кто нет, принимает совет благотворителей, которые выделяли средства на реализацию этого конкурса, или конкретный донор, который выделил финансирование на этот конкурс. Или, например, окончательное утверждение происходит в министерстве, если это распределение бюджетной субсидии, которые подписывают вот этот самый финальный список. И это очень важно с точки зрения того, чтобы было понятно, кто является вот этим самым окончательной подписью, которая принимает решение о том, что да, эти заявки победили, и они направляются на финансирование. На самом деле, когда вы проектируете процедуру оценки, вы должны понимать, сколько вам на это надо времени, будет ли это разделено, если конкурс делится ли на этапы, или на какие-то туры, или финансирование, или выбор победителей происходит после первого тура. Бывают многоуровневые конкурсы, когда на первом туре отбираются и рекомендуются заявки на второй тур, потом они дорабатываются, принятие решений происходит уже после второго тура. Значит, вы должны понимать, каким образом подаются заявки, и, соответственно, каким образом будет выстроена сама процедура оценки, потому что, если заявки поданы в электронном виде, надо предусмотреть проведение оценки с электронным доступом и так далее. И очень важно заранее понимать, необходима ли вам специальная экспертиза, потому что иногда бывает, что либо весь конкурс, либо ряд проектов в конкурсе имеют специфическую направленность, и нам, например, необходимо, чтобы к участию в оценке были привлечены, например, специалисты в области медицины, или специалисты в области социальной реабилитации. То есть те, кто, может быть, не хорошо знает проектный подход и не может оценивать проекты, но может оценивать методы, которые заложены внутри этих проектов. Либо нам, например, нужно оценить какие-то статистические данные, и для этого нам необходимо провести обработку статистических данных, то есть для того, чтобы принять решение, не только посмотреть, что написано в проекте, но и получить какую-то статистику, которая позволила бы нам также сформировать оценку, например, организации с точки зрения их опыта, их взаимодействия со средой и так далее. И в этом случае, например, нам необходима дополнительная специальная экспертиза. Ну и, наконец, кто принимает решение, как сформировать вот эту команду экспертов? Это, наверное, такой один из самых сложных вопросов, потому что среди огромного количества людей эксперта найти трудно, если не сказать очень трудно. И, соответственно, наша задача понимать, кто нам нужен среди экспертов, и здесь тоже могут быть разные подходы. Значит, нам, конечно, нужны те, кто понимает, что такое проекты и может их оценивать. Нам нужно, чтобы среди экспертов были специалисты в той тематике, в которой проводится конкурс, которые бы могли оценить механизмы реализации. Если это финансирование выделено со стороны бюджета, там обязательно должны быть представители тех министерств и ведомств, которые отвечают за организацию конкурса. То есть состав экспертной группы, он может быть достаточно разным, и мы должны понимать, что среди экспертов точно должны быть те, которые умеют оценивать проекты. Потому что иначе мы начинаем оценивать все, что угодно, только не проект. Хорошую организацию, хороших людей, то, что действительно нужно, что есть проблемы на территории и так далее, но только не сам проект. И тогда у нас получается, что мы можем выбрать хорошую идею, мы можем выбрать деятельность в актуальном направлении, но при этом это не значит, что мы выберем лучший проект. Конечно, количество экспертов не такое большое, особенно в территориях их не так много. И поэтому нужно рассматривать возможности привлечения дистанционно внешних экспертов, которые смогут вам помочь. И у них как раз будет непредвзятый взгляд с точки зрения того, что они не знают организации, работающие в вашей территории, и поэтому уж точно будут оценивать проекты, а не организации. Ну а кроме того, нужно, конечно, обсуждать и подбирать экспертов по ключевым компетенциям, нужно помогать и учить экспертов и делать для них специальное обучение, и нужно обсуждать результаты предыдущих конкурсов и то, как проходила экспертиза, и обсуждать сложности, пытаться их решать. Иногда настраивать специальную технологию для того, чтобы компетенции экспертов позволяли участвовать в этом. Кроме того, конечно, нужно обязательно рассматривать конфликт интересов, и это одна из ключевых проблем в территориях. Почти невозможно привлечь к оценке проектов для некоммерческих организаций в территориях сильные некоммерческие организации и успешные, которые хорошо умеют проектировать. Потому что они, как правило, все в заявителях, и, соответственно, у них возникает конфликт интересов. Ну и надо думать, как этот конфликт интересов разрешать и каким образом, ну, во всяком случае, уж точно он должен заявляться, этот конфликт интересов, и эксперты должны заявлять и публично, и письменно, главное, что у них есть связи с той или иной организацией, и они не могут быть объективны в ее оценке и в этом случае не давать им в оценку. Ну и еще один, конечно, важный вопрос, платить или не платить эксперту. Вопрос, на который нет однозначного ответа. И, ну вот мы, например, в своем опте у себя в регионе не платим экспертам, они работают как добровольцы и находят в этом определенные плюсы для себя. Я знаю много территорий, которые платят экспертам. Конечно, это тяжелая работа, большая, объемная. Если вы хотите, чтобы эта работа была приоритетом для эксперта, конечно, нужно пытаться изыскивать возможности оплаты этой работы. В этом случае у вас будет немножко больше возможностей по привлечению экспертов. Но, опять же, да или нет, это выбор каждой территории и каждого конкурса. И привлекать или не привлекать внешних экспертов или опираться только на своих, это тоже выбор каждой из организаций, организующей и проводящей конкурсы социальных проектов. Ну и, соответственно, несколько слов о процедуре. Процедура включает в себя техническую проверку заявок, когда нужно посмотреть, все ли там правильно. И желательно, чтобы эксперты получали уже отобранные и после технической экспертизы заявки, чтобы они уже этим не занимались. В том числе, например, мы на технической экспертизе пересчитываем бюджеты, потому что там очень часто бывает огромное количество ошибок. И эксперт должен понимать, что у него там бюджет с ошибками. После этого идет распределение заявок экспертам. И, опять же, вы должны принять решение, все читают все или они распределяются между разными экспертами. Но желательно, чтобы одну заявку читало не меньше трех экспертов. В этом случае, по крайней мере, есть какая-то возможность сравнения. Потому что, когда экспертов два, и если вдруг их мнение разойдется, вот тогда принимать решение очень сложно. Дальше сама процедура оценки, и она может быть дистанционной, либо очной. Ну вот здесь написано «стадии визиты», то есть посещение. Это абсолютно необязательно, или публичная защита, это абсолютно необязательно. Это может быть в процедуре, а может там отсутствовать. И это, опять же, выбор тех, кто организует конкурс. Как правило, даже если есть заочная оценка экспертами, то хотя бы конкурсная комиссия должна собираться очно. Потому что все равно будет предварительный рейтинг, и необходимо будет обсудить спорные вопросы. Потому что никогда не бывает полного совпадения в оценке экспертами. И только после этого, после вот такого совместного обсуждения, происходит определение победителей, тех лучших, которых мы выбираем для того, чтобы дальше поддержать. Вот это, наверное, основное, что мне хотелось вам сказать. Вместо 30 минут, конечно, снова получилось 50. Я рада, что все остались с нами и дослушали до конца. Да, есть ли какие-то вопросы, зафиксируйте, пожалуйста. Что делать? Наказывать, к сожалению, эксперта нельзя, если только у вас нет с ним платного договора. Но единственный способ наказания, это вы больше не берете этого эксперта. Потому что, конечно, заявление о неразглашении информации, это очень серьезная вещь. И, как правило, конечно, с экспертами надо беседовать по этому поводу, что, разглашая информацию, они подставляют не только вас, но и себя в том числе. Ну вот, к сожалению, это всегда происходит, потому что юридических оснований, в общем-то, для того, чтобы их наказать, нет. Есть только публичное порицание. Значит, материалы, сроки по выпуску методички, это точно будет следующий год. Поэтому, значит, пожалуйста, у вас, я думаю, что мы начнем работать где-то в конце января, экспертная группа, это будет не быстро, методичку мы постараемся выпустить к школе грандмейкинга, то есть к июню. Спасибо вам огромное. Обращаю ваше внимание на то, что у вас по-прежнему есть возможность получения индивидуальных консультаций не в режиме вопрос-ответа, а в режиме сопровождения с помощью наших экспертов, которые помогут вам в разработке анализей документации, индивидуально поработают с вами по настраиванию ваших конкурсов, да, и, может быть, по повышению их прозрачности и эффективности ответят на сложные вопросы, помогут с документами. Для этого вам нужно написать нам заявку, и мы подберем эксперта, который будет с вами работать. И, соответственно, напоминаю вам, что, значит, следующий вебинар состоится 23 декабря. Владимир Вайнер снова на экране, информационное освещение результатов конкурса, как рассказать о том, на что выделены средства. Ждем вас, несмотря на то, что это уже конец года, будем рады, если вы все присоединитесь. И обращаем ваше внимание на то, что у нас впереди в следующем году будут стажировки, и вы сможете претендовать на участие в этих стажировках. Мы отдельно разошлем по этому поводу информацию. И в начале июня в Архангельске состоится школа грандмейкинга, на которой мы будем очень рады вас всех видеть, как активных участников наших циклов и вебинаров и других мероприятий. Всего вам доброго. Может быть, с кем-то уже не услышимся и не увидимся, поэтому с наступающим Новым годом. Успехов и сил, чтобы закончить этот год. Я знаю, что у многих еще много мероприятий впереди. Спасибо вам большое за внимание. Было очень приятно. Вебинар будет размещен в нашей медиатеке. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова